Дорогие друзья, приветствуем вас в проекте «Обогащайся» в рубрике «Моя история». Подростки, как их услышать, как их понять? И сегодня Наташа Шайнога расскажет нам свою историю. Здравствуйте. Привет, Наташа, очень рада тебя видеть. Тоже очень рада. Тебе 18. Да. Скажи, пожалуйста, ты уже прошла свой подростковый период или ещё в процессе? Думаю, что я ещё заканчиваю, ещё в процессе. И пытаюсь найти ещё себя до конца. Как это выражается? Иногда сложно высказать своё мнение правильно, то, как ты считаешь. Иногда сложно понять, что, в принципе, хочешь от этой жизни, зачем мы тут. И резко вопросы появляются в голове, и сложно найти ответы. Иногда сложно задать этот вопрос и правильно сформулировать его. А когда ты поняла, что твоё детство закончилось, и в чём это проявилось? Моё детство закончилось тогда, когда мне сказали, надо убираться. Но вообще, на самом деле, детство заканчивается тогда, когда ты начинаешь принимать больше обязанностей, чем было. Когда ты понимаешь, что уже будет сложнее, не всегда будут ответы на все вопросы или не всегда будет помощь, что нужно собираться и делать что-то самому. Думаю, что домашнее задание можно и без мамы делать. Но это сложно было принять. И думаю, что даже до конца я не всегда его и принимала до сих пор, что детство заканчивается. Поэтому стараюсь как-то даже ухватиться последние секунды до конца. Да, потому что слишком резко это всё происходит в глазах подростка, когда ты был любимым ребёнком, которого кормили, миленький, любименький, ходили с тобой везде, всё делали тебе. А тут резко тебе говорят, что теперь тебе надо пробовать самому, и что у тебя есть своя дорога, что не всегда будут родители, которые могут помочь. То есть самостоятельным быть, учиться самостоятельности, это уже переход от детства к… Мне кажется, что да, у меня, по крайней мере, так было, что больше ответственности надо брать. А вот внутренние переживания, что переживает подросток, что ты переживала, вот то, о чём бы ты хотела сказать родителям, друзьям, попросить помощи, вот те сложные моменты, какие были? Мне было сложно принимать себя частично из-за болезни, которые у меня есть. Мне было сложно именно самой себя принять. То есть не было никаких внешних факторов, которые бы показывали, что мне как-то плохо или ещё что-то, но резко внутри я почувствовала пустоту, которая говорит, что «Хм, а ты до конца такая, какая хотела ли бы быть?» И такие разные сложные вопросы, когда ты сидишь и не понимаешь, как ответить на это, и сложно было сказать что-то родителям, потому что ты не можешь собраться с мыслью, сложно подобрать слова нужные. И я скорее искала больше помощи у друзей, у молодёжных пастырей, но я знаю даже в кругу своих друзей и близких, что не всегда так происходит, и что не всегда можно найти такие ответы или помощь, поддержку от близких. И, к сожалению, многие делали очень глупые, необдуманные ошибки, поступки, и не всегда это заканчивалось очень хорошо. Поэтому очень сложно в это время подростку как-то выражать себя, сложно сказать что-то. Мы считаем, что наше мнение, оно важное, что наше мнение, оно первое, что не может быть другого тогда, потому что мы резко чувствуем свободу и думаем, что мы уже слишком взрослые и знаем всё, поэтому мы делаем так много необдуманных ошибок, потому что... А правил-то не знаем, потому что нам пока ещё не успели их объяснить, и мы пока их ещё не знаем, и не можем до конца пройти через этот путь легко. Я, например, во время активного вот этого подросткового возраста очень сильно закрывалась от родных и близких. Я отталкивала их, я не хотела принимать их помощь, потому что не знала, как им объяснить, что именно мне не нравится, почему я не хочу так. И до сих пор сталкиваюсь с таким, что я не могу объяснить, но с радостью общаюсь с родителями, потому что они на самом деле могут помочь, и только они поддерживают по-настоящему, и ты чувствуешь себя любимым сразу. То есть подросток, он как бы стремится к свободе, стремится к независимости, стремится к тому, чтобы найти смысл своей жизни, ответить на свои философские вопросы. И получается, всё равно он хочет зацепиться за отношения с родителями. Да. Хочет ли подросток, чтобы его так же любили? Подросткам, как по мне, очень важно, чтобы мы чувствовали себя любимыми особенно в этот момент, потому что мы были любимыми, когда мы были маленькими карапузиками, а тут мы резко перестаём чувствовать эту любовь, поддержку. И нам кажется, что мы не удовлетворяем все потребности родителей, что мы не делаем всё, что они хотят, поэтому нас перестают меньше любить или меньше времени уделять, проводить его вместе. И тут речь не идёт о том, что нам очень нужно, чтобы у нас было много одежды, чтобы у нас были последние смартфоны или ещё что-то. Нам важно, чтобы родители часто нам говорили, что они нас любят, обнимают, готовят завтраки и просто, чтобы мы чувствовали себя любимыми. Ну и сейчас у тебя есть возможность поддержать подростков, их родителей, поддержать, вдохновить на то, что этот период когда-то закончится, потому что ты сама подходишь к концу, ты прошла очень много. И скажи несколько вдохновляющих слов, что тебе помогло это пройти, что помогло тебе не сломаться и что поможет и остальным. Мне очень помогала церковь и то, что я служила очень много там. Я, можно сказать, пряталась там, чтобы искать поддержку и ответы даже не на заданные ещё вопросы. Я находила, поэтому всем подросткам, которые проходят через этот сложный путь, знайте, что я с вами, я ещё до сих пор его прохожу. Но также я хочу сказать, что ищите поддержку всегда в церкви, ищите поддержку всегда у родителей и говорите с ними. Даже если вы не знаете, как ещё сказать, даже если вы не знаете, что вы ещё чувствуете, просто пытайтесь сказать им это, каким бы образом это у вас не выходило, потому что именно они, ваши родители, те люди, которые помогут вам пройти через это, несмотря ни на что, потому что они вас очень сильно любят. Наталья, спасибо большое тебе за твою историю. Дорогие родители, бунт подростков — это тот момент, когда они говорят, услышьте нас, поймите нас, потому что они сами до конца ещё не понимают, что происходит в их сердце, в их эмоциях, что они переживают. Но вы, именно вы, те люди, которые смогут помочь им пройти этот сложный период. А с вами была я, Елена Василеца из Цехоповноц, Варшава.